Друзья, привет! С вами Стас Быков и давайте сегодня сделаем распаковку моей новой камеры Canon M50. Я пообщался с Мишей из канала CanvasMan, он сказал у него точно такая же камера, он полностью ей доволен. Потом я пообщался с Келилом с канала Как снимать видео, он тоже подтвердил слова Миши, сказал, что хорошая камера. Я давно себе хотел камеру, которая, знаете, там может замыливание фона сделать, чтобы объективы менять. У меня сейчас есть экшн-камера, на которую я снимаю. Кстати, в конце этого видеоролика я вставлю кадры с этой новой камерой и мы сверим, все-таки реально она лучше, чем экшн-камера или все-таки не стоила и надо было пользоваться той. Ну давайте начнем распаковку и буду так рассказывать. Почему я решил взять именно данную камеру и отказаться от экшн? Ну просто экшн все-таки это больше для какого-то действия. Там ездишь на велосипеде, на воздушном шаре или купаешь. Дальше я вот последний раз мы в Таиланд ездили, я снимал подводную съемку. То есть отлично получается. Потом это Сонька FDR3000R, у нее есть дополнительный экранчик. И это очень также удобно, то есть я вижу себя. Но все равно это больше экшн, то есть там нет фокусировки. То есть вся картинка получается плоская. Так, смотрим, что здесь есть. Ремешок. Давайте сразу буду показывать еще во вторую камеру. Далее кабель для зарядки. Вот, поэтому решил себе все-таки взять камеру, которая уже больше, ближе к профессиональной. Так, это наш объектив. Кстати, это со стандартным объективом идет, китовым. То есть М15 на 45. Если что, можно улучшать, взять на М22. Там более четкое будет размытие фона. Ну, для начала, для начала, конечно же, сойдет. Давайте я сейчас буду делать распаковку. Вот, непосредственно сам объектив. Сейчас мы до тушки дойдем, обязательно не переживайте. Сейчас все сделаем аккуратно, потому что у меня до этого был фотоаппарат Canon 1100D. Ну, понятно, что он стоит совершенно других денег. То есть не как эта камера. Гораздо дешевле. Вот, то есть объектив. Стандартный объектив. Сейчас мы будем его делать. Давайте я прямо сюда все буду ставить в камеру, чтобы было видно. Знаете, очень так необычно, когда покупаешь новую вещь, очень радуешь. Радуешь, когда покупаешь ее, несмотря на то, что отдаешь деньги. Батарея. Ну, и представляешь, что уже с ней будешь делать. Так, это что? Это у нас блок для зарядки батареи. И, конечно же, сейчас у нас будет самое основное, к чему мы и подходим. Это непосредственно сама база. Так, и вот он. Аккуратно все, аккуратно, дрожащими руками делаем это. Вот он. Классно. Почему именно эта модель? Сейчас вам скажу. Так как мне нужно было больше для студийной съемки, мне очень важно, чтобы здесь был вход для микрофона. Вот здесь вы его, кстати, можете видеть. Далее, чтобы здесь был экран. Экран поворотный. Это, кстати, очень такой даже не скользкий. Сам он по себе. И из рук точно не будет выскальзывать. Удобно держать. Давайте посмотрим, как экран открывается. То есть, видим. Экран открывается. Здесь мы будем видеть настройки, а также будем видеть себя. И плюс это можно повернуть. То есть, вот в таком плане, когда вы будете снимать себя, например, влог делаете или куда-то пошли, или просто вам удобно в данный момент вам так сделать, то вы будете видеть себя на экране. И классно. Еще по нажатию на объект в кадре будет фокусировка. Например, хотите, чтобы задний фон был? Нажали на него, он в фокусе, а вы нет. Вы хотите в фокусе, раз. Также есть опция, вы можете настроить, чтобы следило за лицом. То есть, как вы перемещаетесь по кадру, так и будет фокусировка идти. Так, отлично. Давайте теперь... Ну, это незабываемое ощущение, на самом деле. Очень круто. Он такой легонький. Разъемы здесь. HDMI. Видим, есть. Ну, и разъем для передачи данных, скорее всего. Я, конечно, в таких тонкостях пока не углублялся. Есть Wi-Fi для передачи фотографий сразу в телефон. Ну, и все, в принципе, здесь. Также можно вот этот башмак делать. Сюда свет поставить, сюда дополнительный микрофон. Тоже уже подбирал, но сказали, что лучше пользоваться петличкой. Кирилл мне сказал, что лучше пользоваться петличкой, чем вот такой, на башмак, который микрофон делается. Ну, опять же, дело, наверное, привычки. Посмотрим. Может быть, мне тот тоже подойдет, микрофон. Вот. Давайте будем подключать его. Так. Снимаем все крышечки. О, вот это да! Новая, новая камера. Прям как новый автомобиль, знаете? Такое ощущение. Так, батарея, не знаю, заряжена, нет. Сейчас будем с вами смотреть. Сейчас прямо с вами посмотрим. Мы ее откроем. Так. Ну, кстати, вот эта Соника, она тоже классная камера. Вот прямо сейчас на нее, вы видите, как ведется видеосъемка. У нее качество отличное. Но все равно она больше для экшен именно. Так, что не подходит. Вот так вот. Вставили. Так. Закрыли. Ну, в принципе, теперь нам осталось ее включить. То есть, открываем окошечко. Что прикольно, можно вот так вот сделать, я думаю. Вот так вот. Переворачиваем его. И все. У вас здесь экран получился. Прямо сзади экран. Так. И давайте его включать. На самом деле, обзоры смотрел, но уже забыл, на какую кнопку здесь. А вот. Он, офф. Нам нужно перенести в ОН. Все. Видим, включилось. Конечно, что касается настроек. Здесь дата, время. Это все можно будет сделать. Давайте, наверное, прямо сейчас сделаю. Если что, это обрежу на обзоре. Так. Теперь переводим здесь режим видео. Переключил. Ну, и, конечно, сюда нужна флешка. Флешку я достану из той камеры. И тогда уже запишу и покажу фрагменты. Ну, и как вообще она снимает. А так, в принципе, вот. Она все готова. Вот. Видим меню. Вот у нас. Она сама по себе легонькая. Знаете, такие тонкие технические характеристики. Я, конечно, в этом не мастер. Но сегодня у нас просто была распаковка, чтобы понять это ощущение, когда только достаешь камеру. Так. Сейчас мы сделаем. Вот. Появилась. Давайте сделаем. 22 вот так. Как я хотел на том. Сфокусируем. Слушайте, ну то, что я вижу, это очень круто. Тут написано, нет карты. Я ее вставлю и покажу вам тогда. Ну, вот я с новой камерой. Теперь картинка с Canon M50. Напишите вообще в комментариях, изменилось ли качество. То есть, до этого была Sony FDR3000, сейчас на Canon. Но тут была маленькая загвоздка. Используется флешка с переходником. А у меня в Sony была маленькая. Поэтому я вставил вообще другую флешку, сразу большую, ну, старомодную. Ну, ладно, это не важно. Напишите вообще, как пишет звук. Звук сейчас через встроенный микрофон. А также, как вам нравится картинка. Вот я могу приблизить. И фокус. Прикольно, да? Ну, картинка мне реально нравится. Прикольно, прикольно. Ну, теперь я на эту камеру буду снимать. Что-нибудь интересное точно вам буду придумывать. Видите, как я вот это и хотел добиться, чтобы насыщенность была у картинки. У экшн-камеры такого нельзя было добиться. Я потом сюда еще куплю микрофон. Ну, конечно, или петличку более помощнее. Или вот здесь сверху. Такая, знаете, сверху ставится прямо на башмак. И также сюда еще нужно будет... Ну, что тут больше? В принципе, флешку нужно будет побольше объем. И все. И все. И можно будет снимать. Так что давайте, пишите в комментариях, как вам все качества. Как вам распаковка. Что изменить, чтобы я улучшал качество этих распаковок. Я стараюсь. Вы видели, что у меня новое помещение. Сегодня я вам здесь вот буду снимать. Ага, сейчас давайте. Вот у меня здесь я буду снимать видеоролики. Какие у вас мысли. Все пишите. Буду рассказывать и показывать. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.